Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вот так вот совпало, случайно или нет, судите сами. Но вот на следующий день после утверждения всей именового правительства, Крещения Сокременовича, прошли ежегодные внешнеполитические дебаты. Я так понимаю, что вот-вот они должны были закончиться, и дальше продолжится пленарное заседание. Необычно долго были дебаты. Я так понимаю, каждый депутат, даже который далек от вопросов международной политики, захотел отметиться, много было выступлений, я бы разделил на три блока вот эту часть. Первая часть – это, как обычно, жесткая критика восточного соседа. Вторая часть – это, видимо, тема Брексита, которая в той или иной степени прозвучала. Потом третья часть – это мы рассказывали, как мы будем учить другие страны, как им правильно действовать, об этом мы тоже сейчас поговорим. И еще четвертая часть была – это такой плач Ярославный о том, что опять нас обидели, копеечку не дали, и, видимо, субсидии для наших крестьян опять будут в меньшем размере. Раймонд Рубовский у нас сегодня известный эксперт в области внешней политики и международных делах. Вот мы как раз, я знаю, что вы, Раймонд, очень внимательно слушали сегодняшние дебаты. Вот что вы подметили? Может быть, что-то… Потому что многие считают, что они повторяются из года в год. Фактически все темы, все топики понятны. Вот все-таки что вам, не знаю, может быть, резануло слухом? Да, добрый день, во-первых. Во-вторых, ничего особого нового не было по сравнению с другими годами. То есть все шло по накатанной. Позиция теперь уже позиция, которая как бы сейчас сформирует правительство, хвалила министра иностранных дел и себя. Оппозиция жестко критиковала и, то есть, в принципе, ничего нового не было. Конечно, было, как всегда, в выступлениях, в каждом втором выступлении упоминалась Российская Федерация и вот такой постоянный страх и постоянные, скажем, упоминания о гибридной войне, информационной войне, о восточном соседе. То есть это первое такое, что бросалось… Ну, не бросалось даже в глаза, это было понятно, что так оно и будет. Второе, ну, для меня лично было очень так смешно и интересно наблюдать, как некоторые депутаты пытались наставить на путь истинные, скажем, страны, у которых есть проблемы с демократией и правопорядком. То есть имея в виду наших партнеров по Евросоюзу и НАТО. Конкретно, скорее всего, имея в виду Польшу, Чехию, Венгрию. И это было, конечно, довольно-таки смешно наблюдать, как, скажем, критикуют вот эти депутаты, страны, у которых, скажем так, тысячелетняя история государственности, которые прошли эволюцию своей государственности уже начиная там с 9-10 веков. И, ну, вот это был такой крайне интересный такой момент. Казаться опять святей Папы Римского, показать, что вот мы здесь побурники демократии, прав человека, а вот там некоторые страны как-то все-таки буксуют в этом смысле. Ну, и третье – это, скажем, опять набор лозунгов, что мы должны еще где-то вступить, что мы должны хранить, скажем, целостность Евросоюза, что мы должны там еще что-то делать. Ну, конечно, скажем, в Европе сейчас мы наблюдаем, ну, очень такое неспокойное время, и, скорее всего, выборы в Европарламент, которые были в конце мая, но они просто подтвердят этот результат. И еще мы будем сказать, что будут и выборы в других странах еще Евросоюза, которые тоже, ну, скорее всего, покажут плачевный результат для традиционных партий. Поэтому вопрос стоит так, ну, критикуй все эти страны, всех этих людей, обзывая популистами, обзывая их, как бы, там, пособниками Москвы и так далее, и так далее, они, никто из них не понимает и старается уйти от самого главного вопроса, что это именно они своими действиями или бездействием породили вот этот феномен в Европе, который, скажем, волну вот этого недовольства, которая уже, ну, в принципе, достигла таких очень угрожающих масштабов для Евросоюза в целом. Ну, и могу закончить, скажем так, еще одна смешная вещь для меня, что мы разговаривали о вещах, где реально Латвия никак не может повлиять. То есть они все время старались друг друга убедить, что мы маленькая, но мы все-таки можем повлиять. Ну, как Латвия может повлиять там на выход или не выход в Великобритании? Как Латвия может повлиять на иранскую сделку или, скажем, будет что-то дальше или нет? Как Латвия может там повлиять, скажем, какие-то решения Дональда Трампа? Ну, скорее всего, никак, да. Ну, никак, да. Ну, никак. Поэтому надо было, наверное, обсуждать. Вот тут я согласен. Хотя там Трамп, я помню, хлопнул по плечу Вейнис или что-то еще сделал? Ну, я думаю, он всех хлопает по плечу. Это нормальная американская традиция, но, я думаю, он каждый день встречается с какими-то президентами со всех стран, поэтому это просто... Никому в лицо не плюет, всех хлопает по плечу, да. Поэтому я думаю, что это было так, ну, похлопал по плечу, это еще ничего не значит, конечно. Поэтому я могу согласиться с теми, кто говорят, ну, ребята, ну, если честно, вы будете действовать так, как вам скажут старшие братья по Евросоюзу и по НАТО. Вот и вся ваша внешняя политика. Точка. То есть, мы могли бы, скажем, это интервью вот буквально в двух словах и закончить. Потому что понятно, что как им скажут, особенно Ренкевичу, так они и будут действовать. Ренкевич уже на посту, по-моему, с 2011 года. Он много сделал, чтобы отношения Латвии и России ухудшились на разы. Ну, и, конечно, скорее всего, он будет действовать в таком же ключе. Да. Вот еще, может быть, все-таки по поводу Брексита. Это, ну, в принципе, очевидно, что, если мы даже абстрагируемся от этих дебатов, да, ну, очевидно, что госпожа Терезе Мэй, видимо, как представитель старой элиты, как и госпожа Ангела Меркель, ну, оказалась в таком определенном тупике. Потому что вроде бы есть воля изъявления народа, нужно до конца марта этот шаг сделать и выйти из состава Европейского Союза. С другой стороны, вот как дальше будет взаимодействовать с Европейским Союзом, с ее гражданами, бизнесом и так далее, пока Великобритания не знает этот план. Я так понимаю, парламент Великобритании отклонил, поэтому против него голосовали и многие однопартийцы госпожи Терезе Мэй. Что может быть? Какие тут есть сценарии? Что вообще говорят вот международные наблюдатели и обозреватели? Ну, сценарий, конечно, есть несколько, но с одной стороны, конечно, я думаю, что есть такая негласная договоренность со стороны вюрократии Евросоюза сделать выход Британии максимально болезненным для Британии, ну, чтобы как бы показать другим странам, как это все будет происходить. То есть даже если такая относительно мощная страна, как Великобритания, скажем, не может достигнуть каких-то договоренностей, то что будет с другими? Во-вторых, конечно, ну, Великобритания вступила не вчера в Евросоюз, и, конечно, все эти связи политические, экономические и другие, они нарабатывались десятилетиями, поэтому, конечно, очень сложно их прервать. И еще одна вещь очень важная, но очень сложно найти такой компромисс, который бы показался приемлемым для всех сторон. И поэтому, конечно, может быть сценарий, что вот этот такой жесткий выход, тогда мы даже вот можем спросить, а как будет, скажем, происходить загрузка, скажем, контейнеров или дальнобойщиков, которые через скале по тоннелю едут в Великобританию, будут там опять, скажем, полиция или какие-то другие службы. Поэтому очень сложно судить, какой там хаос может быть, если не будет достигнута никакая договоренность. Я думаю, спекуляции насчет второго референдума, ну, они очень... Я бы сказал, это все-таки спекуляции, потому что народ сказал свое слово, про европейские силы потерпели поражение, и, конечно, они должны технически решить вопрос о выходе. Я не думаю, что противоположная сторона согласится просто на ситуацию. Знаете, нам не понравился результат референдума, давайте сделаем еще один, но, может быть, мы победим. Поэтому, скорее всего, о втором референдуме речи не идет, никакой не будет. Ну, вот разного рода жесткие сценарии выхода, они в силе, потому что 29 марта уже, в принципе, недалеко, два месяца осталось. Может быть, какая-то дата будет... Еще один сценарий, что, может, эта дата 29 марта будет неокончательной, может, это будет еще немножко продвинуто вперед. Но, в конечном итоге, мы видим, какой политический кризис в Великобритании. Мы видим, что Тереза Мэй потерпела сокрушительное поражение в голосовании парламента по договору с Евросоюзом по поводу Брексита, и одно из самых таких жестких поражений любого примера в истории Великобритании. Это только показывает всю глубину противоречия не только в Великобритании и Евросоюзе, и не только в Евросоюзе, но и именно в британской политике. Вот, интересно, возвращаясь к этим внешнеполитическим дебатам, Вы уже, в принципе, сказали, что понятно, что Латвия не имеет таких возможностей каким-то образом влиять на ключевые международные решения. Это понятно. Но значит ли это, что латвийская внешняя политика должна быть, ну, не знаю, такой пассивно-наблюдательно-аналитической? То есть, как вот обозреватели сидят, что-то посмотрят и описывают свое мнение? Или все-таки надо с какими-то инициативами выходить? Потому что, ну, вот из уст господина Ренкевича, других вот деятелей правящей коалиции, мы, в принципе, в каких-то интересах и инициатив не услышали. Мы только услышали, как бы, какие-то общие такие, вот, не знаю, клише. Да, вот, раздали, там, Россия на орехи есть, так можно сказать. Сказали, что вот мы обеспечим дальнейшее присутствие представителей стран НАТО, здесь военное, там, в Адаже и так далее. Но, а где какие-то интересные инициативы в международных делах? Не знаю, примут их или не примут, это другой вопрос. Но что-то мы можем вообще предложить хотя бы? Ну, я думаю, что, опять же, это должно исходить из национальных интересов, которые не обозначены. То есть, каждый второй сегодня на дебатах говорил о национальной безопасности, национальных интересах. Но я не думаю, что, во-первых, я не думаю, что эскалация напряжения в Балтийском регионе отвечает интересам Латвии. Конечно же, нет. Но Ренкевичи и все эти люди годами работали на то, чтобы эта эскалация, как бы, увеличилась в регионе, противостояние с Российской Федерацией. Второй момент, ну, это решать не этим людям, будет или не будет постоянная военная база. Скорее всего, нет. Потому что это решение все-таки больших стран НАТО. Я не думаю, что они войдут на такой шаг. Я думаю, всех вполне устраивает ситуация, когда есть не на постоянной основе, а на ротационной основе, скажем, батальонная группа НАТО, в каждой из прибалтийских стран и Польши. Поэтому, опять же, все эти, скажем, такие, что мы будем стараться. Ну, я думаю, эти старания, они могут, конечно, стараться, но там ничего не выйдет у них. По той простой причине, что решать про постоянные базы будут, скажем, большому счету, американцы, британцы, французы. Это во-первых. Ну, во-вторых, опять же, немножко смешно было наблюдать. Оказывается, мы свой ноу-хау по демократии должны, скажем, делать экспорт демократии и показывать странам восточного партнерства. То есть мы должны азербайджанцам, грузинам, армянам, молдаванам Их учить демократии. Их учить демократии, рассказывать, какие мы успешные, как мы это все делали, и чтобы они делали то же самое. Ну, у меня есть свой, скажем, кардинально отличающийся такой точка зрения насчет того, у нас есть успех или нет. По-моему, у нас еще очень много надо делать, чтобы этот успех был бы реальным. То есть из успешной страны, во-первых, люди не убегают и не эмигрируют. Они, наоборот, приезжают, те, которые здесь хотят работать. Поэтому я не думаю, что это будет, опять же, принято вот в этих странах. Вот эти все советы по демократии, как скажут, да, может, кого-то там выслушают. Но беря внимание еще один фактор, что, ну, не думаю, что господин Ренкевич является тем человеком, которого, скажем, те страны, кавказские страны или другие страны будут особо слушать в этой ситуации. Так что, опять же, если коротко, то я согласен с теми выступающими, которые говорили, что, ну, ребята, ну, что мы здесь обсуждаем? В принципе, есть понятно, что вы будете следовать фарватеру политики США по вопросам НАТО и, скажем, политики Германии, Франции по вопросам Евросоюза. Ну, я думаю, что те люди, которые слышали, опять же, повторюсь, в эти выпадки в сторону стран Вышеграда, но я думаю, они пройдут незамеченными. И, скорее всего, и поляки, и чехи, и остальные примут это к сведению. Тем более, что у нас есть и польские войска здесь, и чешские, скажем, в этой базе. Так что, думаю, что ничего нового особо не сказали. И, скажем, вот поэтому еще вопрос хотел бы добавить, что интересный фактор был. Вот такая более сдержанная критика политики Дональда Трампа. Но это уже как бы не так, как они это делали два года тому назад, когда они все были уверены, что Дональд Трамп не пройдет, и какими словами они... Теперь вроде уже нельзя, да? Ну, нельзя, потому что опасно, и Дональд Трамп все-таки такой человек, который в хорошем смысле злопамятный, и может тут кое-кому напомнить, что, скажем, благодаря американцам, латвийская вообще государственность во многом зависит от, скажем, вот тех гарантий, которые дают американцы и блок НАТО. Поэтому я думаю, что, ну, они должны очень внимательно относиться к господин Трампу, тем более, что невзирая на все вот эти выпадки в его сторону, и плюс все эти, скажем, такие ситуации, где они думают, что Трампа не пересберут, но, скорее всего, его могут и пересбрать еще на один срок в 2020 году. И тогда будет еще интереснее ситуация. Кстати, это тоже не исключено. Но вот многие обратили внимание, это, правда, так затихло, и я так понимаю, что в дебатах особо не прозвучало такую угрозу господина Трампа о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Если так вот совсем цинично посмотреть, то он же, конечно, президент, но все-таки он бизнесмен, не знаю, в первую или в вторую очередь. Если так посмотреть, то, ну, по существу он понимает, что НАТО – это организация, которая на 80%, если не больше, финансирует Соединенными Штатами. И получается, да, что все равно это как бы Соединенные Штаты. Так спрашивается, если Соединенные Штаты и так участвуют в разных военных операциях, даже не в рамках НАТО, а смысл им платить дважды? Ну, я думаю, что там есть один смысл в том плане, что, конечно, если вы платите за организацию, даете гарантии безопасности кое-кому, то вы, конечно, в любой ситуации можете на него нажать. Просто Обама… Кто платит, да, кто-то заказывает. Да, Обама, ну, Обама, он был немножко другим человеком, и он как-то старался делать видимость, что они все братья, что все равны, да, и что каждый там может высказать свое мнение. Вот Трамп, конечно, пришел и сказал просто, ребята, я тут плачу 80%, я хочу… Этого банкета, да. Этого банкета, да. И, во-вторых, очень больших 80%, да, очень больших, по сравнению. И, по сравнению, да. Да, и поэтому или вы делаете так, как я вам говорю, или я пересмотрю вообще во все эти вещи. Но это, конечно, застало врасплох всю эту часть европейских… Может, они думали, что этот банкет до халявы будет продолжаться вечно, да? Ну, как, они же думали, что они строят демократию, что это система, альянс ценностей, что это альянс, скажем, как они там называли, альянс общих ценностей и пониманий. И тут приходит человек, который говорит, знаете, на всякий случай, что есть какая-то логистика, кто-то обеспечивает вам все эти, скажем, дела. И поэтому будьте добры, соответствуйте. Ну, Латвия взяла под козырек и сделала свой БН-бюджет 2%, Ренкевич уже говорит, что она и 2,5, и… Ну, да и воля, они и 5 сделают процентов, да. Ну, вот еще одна проблема вот этих ребят в том, что они вот… Что при Советском Союзе, что сейчас они хотят всегда быть пионерами передовиками, показать себя, смотрите, какие мы молодцы. Вот вы нам говорите 2, а мы сделаем 2,5 и будем вообще лидерами в НАТО. Так что, конечно, вот этот приход таких новых лидеров, то, что мы вот за пару лет увидели, Сальвини Виталий, Дональд Трамп, да. То есть мы видим людей, которые, ну, понимаете, ситуация настолько сложная, что больше нет времени рассыпать какие-то любезности. Потому что если ситуация сложная, но у вас нет больше времени, там как-то достичь какой-то консенсус. И потом просто вот человек приходит и брутально говорит, товарищи, у меня самая большая страна, самый большой бюджет, я за все это плачу. Или вы соответствуете всем этим требованиям и делаете, хотя бы увидите, что вы что-то делаете. Или если вы будете просто делать, как было, ну, тогда такой альянс нам не нужен. То есть это то, что он сказал. Ну, и тут все забегали, зашевелились, как мы уже видели в Европе, да. Поэтому я думаю, что таких лидеров будет появляться все больше и больше. И в Европе в том числе. И тогда у него будет следующий вопрос. А кому тогда будет Ренкевич и остальные звонить? Потому что те лидеры, которых они как бы прислушивались, и вся эта старая политическая элита, вот включая Меркель и всех этих людей, ну, они уходят, потому что они потерпели. И они не просто так уходят. Они уходят, потому что они потерпели сокрушительное политическое поражение. Это правда. Роман Трубовский у нас в студии. Привез ненадолго. Новости и реклама. Не переключайтесь. Добрый день еще раз. Роман Трубовский у нас в студии. Мы обсуждаем внешнеполитические дебаты, которые вот закончились буквально 10 минут тому назад. И пленарное заседание парламента продолжается вот уже с 9 утра, с небольшими перерывами. Вот интересно, что даже господин Ренкевич не мог не заметить, не мог обойти внимание, правда, так, дипломатических выражениях, что Европейская комиссия свою инициативу в международных делах, ну, утратила. Мы видим, что Европейской комиссии, выговорясь с господином Юнкером, нет нигде. Ни при решении конфликта на Ближнем Востоке, ни при решении каких-то, не знаю, финансовых конфликтов, таких конфликтов России, Украины, нигде нет фактически Европейской комиссии. Это что? Это связано с тем, что вот там сидят вот люди, как того же разряда вчерашних политиков, как госпожа, не знаю, Меркель? Да? Да, в принципе, вот это пока что еще бастион, скажем так, старой бюрократии, старых политиков. Просто мир так стремительно меняется, что сейчас опять востребованы, как бы, лидеры совершенно другого толка, решительные, сильные, и за которыми есть все-таки, скажем так, если перефразировать, не только добрые слова, но и, скажем, пистолет тоже, да, или там дубинка, за отличие от того, кто говорил эти слова. Да. И если у вас этого всего нету, и у вас у самих там, скажем, бардак по любым вопросам, ну, я не думаю, что кто-то там, кому-то в реальном мире сейчас нужна какая-то моральная там, моральный авторитет Евросоюза. По той простой причине, что, ну, он, скажем, никакими военными бюджетами, никакими большими, скажем, военными возможностями не подкреплен практически. Поэтому то, что мы видим, да, вот, в принципе, конечно, Китай выходит и стремительно на лидерство в мировую арену. Скорее всего, рано или поздно, скорее, рано, чем поздно, он потеснит американцев, и неизбежно будут несколько вот этих силовых центров. И тут я хочу вспомнить все-таки доклад, то, о чем мы говорили, что по мнению министра иностранных дел и министерства, Латвия должна бороться за сохранение старой системы. И там же, в этом же докладе, они сами говорят, ну, скорее всего, эта система больше не будет такая, скорее всего, что будет несколько... Но нам предлагают за нее бороться. Да, но нам предлагают за нее бороться. Но тогда у меня вопрос, ну, ребята, ну, вы же сами знаете, понимаете, что будут изменения. Не лучше ли подготовиться к этим изменениям и понять, как это будет нас касаться, а не бороться за систему, там, однополярную, которая, ну, скорее всего, уже не будет. Мы уже сегодня видим, что она уже не действует. Поэтому это еще один такой, я думаю, просчет и пробел в деятельности этих людей. А то, что касается, то, что мы уже говорили, ну, я думаю, еще в нескольких странах мы получим других лидеров. И эти лидеры, наверное, создают такую критическую массу уже совершенно другого толка в Европе. Они будут более, наверное, жесткие, более, типа, скажем, вот Сальвини, Орбана, такие люди. Поэтому, ну да, старая Еврокомиссия уходит. Мы же и в Магерине больше не слышим, в принципе, нигде, да. То есть, поэтому, скорее всего, ну, просто те, которые договариваются между собой, не думают. Ну, если Китай договаривается с Соединенными Штатами, Россия, не думают, зачем нам Еврокомиссия еще? Если они ничего не решают этим вопросом, у них нет каких-то мощностей, чтобы как-то подтвердить свои слова. И, конечно, я понимаю этот испуг, который есть у этих людей, которые понимают, что с одной стороны, конечно, Европа может быть каким-то более-менее значимым игроком на мировой арене только тогда, если она, скажем, даже федеральная Европа. Если есть какой-то вот один центр, и, скажем, вот страны превращаются, ну, не более, не менее, как большие самоуправления, они решают какие-то местные вопросы. Но то, что мы наблюдаем сейчас в Европе, в принципе, процесс противоположный. То есть, никто не идет на федерализацию, наоборот. То есть, они хотят больше вопросов опять под суверенное право государства. Поэтому не думают, что там что-то получится. Ну, и исходя из этого, надо помнить тоже, что и Великобритания, и Франция, и Германия, но не являются больше на мировой арене такими игроками, какими они были еще лет 50 тому назад, своими колонийальными владениями, огромные державы, то есть, по военным мощностям, экономическим. То есть, их уже стремительно обгоняют такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и другие страны. Поэтому с этим просто приходится считаться, потому что это данность. Такой вопрос, которого тоже не могу не задать. Ну, вот буквально вчера было утверждено правительство Каренча. Это такой первый случай в новейшей истории Латвии, когда премьер-министром является обладатель двойного гражданства. Ну, ходят слухи, что господин Вейнис вряд ли станет президентом, у него шансов почти нет. И вот на его место просят еще одного представителя эмиграции, господина Левица. Получится, что у нас будет два человека, которые по большей части в Латвии не жили, и бывали здесь только наездом. И вот эту вот ситуацию здесь не чувствуют, потому что мало просто владеть языком, и быть выходцем из Латвии. Если ты тут не живешь, и ты не знаешь проблемы жителей и реальные ситуации, ну, как ты будешь управлять? У нас будет такой интересный тандем. Левиц-Каренч. Ну, про Каренч, то есть он уже ровно один день премьер. Да. А насчет Левиц, то есть, да, ходит, как бы есть такая информация, что он как бы и согласен, и есть партия, которая готова ее выдвинуть, но я думаю, что там тоже не все ровно, не все гладко, потому что реально-то он может считаться только максимум с 50 голосами. И поэтому тут еще очень-очень все может интересно повернуться. Ну, скорее всего, да, Раймут Вайонис, скорее всего, даже не будет претендовать на второй срок. Я думаю, сейчас он очень снизил свою активность, потому что, ну, правительство вроде худо-бедно, ну, какое-то сделали. И я не думаю, конечно, что, ну, он или кто-то будет за него там сильно голосовать. Это правда. Ну, насчет Левица, да, там еще, то есть у него нет такой большой поддержки, чтобы он стопроцентно мог бы быть уверен сегодня, что его изберут. Конечно, его, я думаю, будут выдвигать, думаю, национальное объединение уже подтвердило. Там новый контематор вроде бы, да. Да, но у них голосов явно не хватает для всего этого. Ну, что я могу сказать? Ну, я просто думаю, что у нас есть достойные люди, которые могли бы быть и премьерами, и президентами. Ну, если там будут два человека, которые представляют эмиграцию, которые практически, как ты и говорил, здесь только приезжают, скажем, там, несколько раз в году, ну, я не могу судить, как они будут эффективны. Потому что, конечно, они не знают это общество, они большинство, они не знают и не понимают, Российскую Федерацию, то есть мы вроде соседи, но если эти два должностных лица будут здесь, которые, ну, не знают русского менталитета, не знают этой истории, не знают и не понимают, как бы, почему россияне действуют так и иначе, которые не знают и не понимают большую часть населения этой страны, Латвии, в которой мы живем. Ну, это, конечно, очень сложно им будет работать. Но, скорее всего, они будут очень и очень, скажем так, преданные делу либерализма и демократии. Опять же, другой вопрос, что от их друзей останется после нескольких выборов в нескольких странах. То есть, может быть ситуация, что вы приезжаете, скажем, вот то, что, опять же, есть такое опасение вот этих же ребят, что вы приедете, скажем, в новый там Европарламент, новую Еврокомиссию, а там у вас совершенно другие люди, которые говорят, а вы знаете, мы думаем, что все надо наоборот делать, не так, как вы. И что тогда? Это очень, кстати, хорошо подмечено. По поводу вот той фразы понимания России. Сегодня господин Шнер, депутат Сейма, известный из ТБ Весу Латвии, и выступал, и говорил о том, что вот никто так не знает вот на Западе хорошо Россию, как вот латыши, литовцы, эстонцы. Да, так сказать, ну, видимо, он пометуя о той совместной жизни до 90-го года, но мне кажется, что он заблуждается, потому что, во-первых, в Латвии, Литве и Эстонии выросло целое поколение, ну, которое вообще, ну, мало того, что они не были никогда в России, да, они уже, в принципе, и русским-то языком не владеют. И мне кажется, что если у многих есть какое-то представление о России, то оно чаще всего такое образца а-ля начала 90-х годов. Современную Россию, мне кажется, они не очень понимают, и вряд ли ее можно понять, только слушая или читая интернет. Я, ну, согласен абсолютно. То есть, беря внимание... То есть, это заблуждение, что они себя считают экспертами в области России. Я думаю, я согласен с этим утверждением. Ну, и беря внимание, что наши медиа тиражируют, скажем, очень вот эти такие, даже не только антироссийские, но и антипольские, антивенгерские, да, вот, скажем, опять же, информация, что Сальвини переехал в Варшаву и заключил пакт для нелиберальных, скажем, стран, и которые хотят разрушить Евросоюз. Да, Орбан, это все, как бы, ему это нравится, и он это подтверждает. Но когда я читаю, скажем, ну, в книге, которая вот буквально два дня тому назад была презентация книги, когда я читаю, что вот эти опасения от этих либеральных товарищей, они пишут прямым текстом, что, знаете, вот такая ситуация, что в Чехии, например, на второй срок победил Зэман, который популист и прорусские товарищи. Ну, он прочешский, по-моему, товарищ просто. Ночем с этого, да. Ночем с этого, да. Но, понимаете, вот это навешано в этих ярлыков против не только Российской Федерации, но уже и Чехия, и уже и Польша, уже и Вегрия, уже Италия. Уже проблема для этих ребят, я могу им обещать, гораздо больше проблем, потому что эта критическая масса будет и, скорее всего, в Германии, вот в Швеции мы видели, там, скажем, правительство не могли полгода создать, потому что разрушилось, в принципе, все, как они привыкли жить, там, за лет 50. Поэтому я думаю, что, ну, тут я могу сказать, что Шнуры, наверное, да, он немножко переборщил в плане, что, ну, уже это поколение не знает, конечно, Россию. Потому что, да, если бы мы раньше жили в одной стране, мы могли бы спокойно ехать и перемещаться, то сейчас-то в Россию, к сожалению, мы едем по визовому режиму, то есть граждане Евросоюза и Латвии. Поэтому я не думаю, что многие из них там побывали, ну, может, в больших городах, да, ну, так особо не... И то не факт, да. И то не факт. Поэтому я не думаю, что мы тут можем сейчас говорить, что мы же такие эксперты, как финны, как шведы, как, не знаю, как венгры. Вот не могу не задать вопрос, он очень косвенно касался во время сегодняшних дебатов, по понятной причине, потому что событие только развивается, набирает обороты в Венесуэле. Вот господин Кирштейнс, небезвестный тоже депутат, опять-таки, от Национального объединения, там, вот, говорил о том, что почему Ренкевич не обозначил свою позицию, кого он там поддерживает, почему не поддержал вот этого Гуаду, да, так сказать, который себя повозгласил сам президентом, и так далее. Вот что тут можно сказать? Мы понимаем, что, конечно, ситуация в Венесуэле социальная, ну, крайне неблагоприятная. Есть почва для этих протестов, да. Но, с другой стороны, как-то очень странно. Есть действующий президент, пока еще не свергнутый, есть председатель парламента. Это все равно не хочу проводить параллели, если бы здесь председатель парламента сказал, а что, я второй лиц, а хочу быть первым, теперь я президент, да. Ну, надо же как-то... Ну, я думаю, что налицо вот эти двойные-тройные стандарты. Я бы хотел посмотреть, что было бы, если, скажем так, по аналогии, желтые жилеты в Париже, скажем так, взяли бы Елизейский дворец, и их лидер сказал бы, что теперь я президент, а не Макрон. И что все начали бы аплодировать и признавать его президентом? Конечно, нет. И тут даже было такие тоже, что вот видите, зеленые, те желтые жилеты, что они, в принципе, антидемократичны, что там наверняка кто-то еще стоит. А когда в Юнсуэле точно вот такие же протесты. И, конечно, абсолютно, я там не был, я не знаю ситуации. Скорее всего, она, конечно, взрывоопасна экономически и политически в этой стране. Но, просто исходя из того, что вы просто говорите, что президент теперь я, и часть правительства это признает, ну, в принципе, тогда в любой другой стране тоже так можно поступить. Тогда нет никаких ни принципов, ничего. Поэтому, я думаю, это довольно-таки опасно. То есть, Мадуро избрал народ, по-моему, даже еще недавно были президентские выборы. Да, ситуация там, наверное, крайне опасная, крайне такая плачевная. Но это не повод, чтобы просто разгласить. То есть, ну, скажем так, это переворот. То, что, скажем, Бразилия, Аргентина уже признала. Ну, конечно, у них есть свои региональные какие-то претензии, скорее всего. Это их дела. То есть, я не думаю, что мы должны вообще вмешиваться и признавать там кого-то, пока ситуация не разъяснится до конца. Да, ну, посмотрим, чем это все закончится. Еще говоря, в принципе, вот о таких вот, может быть, внутрилатвийских дел. Мы видим, что, наконец, новое правительство создано. Она весьма пестрая получилась из пяти партий. Нет такого ощущения, что в итоге все избиратели этих пяти партий, ну, не знаю, может быть, новое единство это особняком стоит, да, потому что для них и так неслыханное счастье, да, имея восемь мандатов, возглавят правительство. Но все остальные избиратели всех остальных партий будут, ну, мягко говоря, недовольны происходящим. Во-первых, потому что новые консерваторы, КПВ, ЛВР уже вынуждены забыть о своих предлубленных обещаниях. Ну, либерализм, который якобы провозгласили АТС и БЭПАР для развития «за», тоже, видимо, можно будет забыть в этой право-национальной коалиции. А что дальше? То есть, я так понимаю, что все избиратели вот этих правых сил будут недовольны сложившейся ситуацией. Ну, я думаю, что, как говорится, есть такое извлечение, что хороший компромисс – это сделать всех одинаково несчастными, да, поэтому, я думаю, это именно тот случай, да, тут никто не… Ну, кроме, да, кроме, конечно, в этой ситуации выиграло новое единство, скажем, Ренкевич, который сохранил свой пост за собой, неадекватная, скажем, позиция в плане, что министр финансов, премьер и министр иностранных дел остаются партии, которая практически потерпела сокрушительное поражение. И тут мне, конечно, вопрос к этим всем вот партиям. А где же ваша принципиальность? Вы же говорили, что вы новые силы, что вы будете бороться, что вы с этим не будете иметь дела. Вы берете, спокойно поддерживаете. Конечно, еще очень такая большая интрига интересная, что, ну, партия, так называемая Кайменьша, она разваливается просто на глазах, то, что мы видели вчера в выступлении Кайменьша и Гобземса по всем тем вопросам, как они друг к другу открыто обращались. То есть, скорее всего, понятно, что там намечается большой раскол. Но, если смотреть с перспективы, скажем, электората Кайменьша, он их предал просто брутально, потому что это именно те 11 голосов, которые требовались для поддержки правительства. Потому что без этих 11 голосов у Кайменьша было 50. И все. И я думаю, что, ну, вот это уже может повлиять очень сильно в том плане, что электорат вот этих таких партий, он, конечно, динамичный, но очень нестабильный. Вот когда он видит такую ситуацию, он просто на следующий день просто уйдет в другую партию. И поэтому, я думаю, что в долгосрочной перспективе, конечно, Кайменьша потеряет, а Гобземс, скорее всего, выиграет в политической борьбе. Но раскол налицо. Я так понимаю, что они даже сегодня не выставили своего спикера для премии в парламенте по вот этому как раз докладу. То есть, единственная партия, которая не выставила своего официального представителя, чтобы обсуждать этот доклад. Поэтому, скорее всего, они будут стараться не делать ничего. Потому что, что не бери какой-то важный вопрос, да, это будет сразу очень, скажем, жестко пресекаться с другой стороны. Тем более, как Кайменьш, будучи таким, ну, не знаю, это верно подданным, если так можно сказать, он тут же заставил всех подписать фискальный акт, вот этот пакт, и он будет говорить, ребята, ну, вы же подписались, какие пенсии, какие зарплаты, какие пособия? Ну, да, ну, там, это пресловутая программа 3500. 3500, да. Которая... Новая консервативная партия. Теперь можно ее выкинуть, я так понимаю, да? Ну, там вообще ни слова нет про это, да. Конечно, я буду наблюдать, как, скажем, товарищи из партии ЗАА будут продвигать, там, вот эти концепции, конвенции и все остальное. Как будут как-то продвигаться другие вещи. У них, в принципе, противоположное, демитрально противоположное мнение по ключевым вопросам. Поэтому это, в принципе, ну, коалиция такого выживания. Я думаю, что Кайменьш будет просто пытаться обходить острые углы, и где можно ничего не делать, там он будет ничего не делать. Но, с другой стороны, делать-то надо, потому что ситуация-то в Европе, как мы же говорили, народное недовольство и все эти вопросы, но оно идет нарастающе. Поэтому ему надо будет как-то реагировать. Другого варианта для них нет. У них еще только один вариант. Пригласить и говорить с согласием. Да. Ну, посмотрим. Пока, я так понимаю, они на такой вариант не готовы, поскольку красные линии вокруг себя нарисовали, вокруг других. Посмотрим, что будет дальше происходить. Спасибо большое. Вот так вот у нас время быстро подошло к концу. Раймонд Рубовский у нас был в студии. Мы говорили о сегодняшних внешнеполитических дебатах.